Всем привет, ребята! С вами распаковочка упаковочки на дворе 7 июля 2022 года. И вы даже не представляете, сколько я пытаюсь записать это видео. А всё почему? Потому что телефон глючит, и когда я снимаю горизонтальное видео, он почему-то снимает вертикальное видео. И не хочет ничего сделать с этим. Но я вспомнила, что... Правда, не сразу. Я вспомнила, что мой телефон спасает от всяких глюков. Это то, что его нужно просто перезагрузить. И, как говорится, бинго! Всё, встало на свои места ребята, и я наконец-то могу снять для вас этот ролик. В общем, в данном ролике я хотела с вами поделиться мыслями по поводу одного хрустима и второго, и сравнить их между собой. Итак, первый у нас хрустим. XXL называется. Не знаю, наверное, просто по размеру, да, потому что пачечка... Да, пачечка большая, я всё путаю. Одна, по-моему, с сыром, а другая вот со сметаной и зеленью. Вот это вот, я так понимаю, со сметаной и зеленью, потому что... Я, конечно, попытаюсь вам побольше показать, но у меня сейчас тоже немножко такие ограниченные, так скажем, возможности в этом плане. Вот. Но я очень постараюсь. Да, ничего я не перепутала. Это сметана и зелень. Смотрите, воздушные сухарики багет со вкусом сметаны и зелени. А остальное всё на остальных, точнее, на других языках идёт. Здесь 100 грамм, и для таких вот... Ну, вообще для сухариков, да, это достаточно большой объём. Поэтому, конечно, плюс за такую упаковку. Сзади можно увидеть то, что здесь напечатан их сайт. Ну, и, понятно, срок годности тоже товара. Знаете, ребята, я прям чувствую, что это, ну, практически, наверное, последние сухарики в нашей жизни. Почему? Потому что Станислав перешёл прям полностью, мне кажется, уже практически на правильное такое питание. И, конечно же, там нет места тому, что, там, не знаю, какие-нибудь пирожки, которые, кстати, мы вот только-только недавно употребляли, да? Потом всякие сухарики, чипсы, газированные напитки. Называется, когда я ему сказала, что, Сас, а ты не помнишь, что тебе жена говорила много-много уже лет? Она говорила о том, что надо есть фруктики, что здоровое питание – это классно, что конфетки не нужно употреблять, там, не знаю, в каких количествах. Или хотя бы потихонечку отказываться, ну, от всего такого. Ну, то есть, поменьше надо всего этого кушать, потому что у него была прям дикость к этому. Ну, он прям хотел, хотел и говорил мне, постоянно доказывал даже, что, типа, нужно обязательно, мне сладкое необходимо. Вот я говорю, ну, Стас, как бы мне-то не жалко, но просто это такое себе сладкое, в общем. А теперь он меня убеждает. Я говорю, слушай, кто кого убеждал раньше? Вот, в общем, я так рада, вы не представляете. Ну, у меня, как бы, вы видели, да, хотя и появлялись сухарики в видео, но они появлялись постольку-поскольку, то есть я их не каждый день ем, абсолютно не каждый день. Вот, поэтому это моя, знаете, такая вот маленькая слабость, скажем так. И иногда, да, конечно же, я их употребляю, но это всё. То есть я чипсы, ну, могу там съесть 2-3 штучки, попросить у Стаса, да, когда он там, например, покупает упаковку, но больше я не беру, например. Где-то я могу чуть больше съесть, да, ну, в общем, ладно. Извините, что немножко отступила от темы нашего ролика, но, в общем, так сказать, просто, что происходит в нашей жизни сейчас, и то, что прям беспокоит Станислава очень сильно. Та-дам! И вторая упаковочка хрустима, это у нас сыр и, наверное, ещё опять что-то, или сыр и зелень, или... Давайте попробуем, посмотрим, что там. Нет, ну я как чувствовала, что это загадка, так сказать, с подвохом, потому что я смотрела на картинку и видела, что там вроде как сыр, и вроде как зелень, и я так думаю, вроде у нас была сметана и зелень, да, а там, где сыр, ну, не будет же сыр и зелень. И хотя вот по картинке сказала именно так. На самом деле, ребята, это сырные ассорти. В общем, воздушные сухарики багет со вкусом сырного ассорти. Здесь уже идёт 60 грамм в упаковке. Кстати, 60 грамм и 100 грамм, это, наверное, не особо там прям большая разница. Я почему-то подумала, что упаковка в 100 грамм это какая-то реально прям, ну, не гигантская, да, но большая достаточно. Здесь, опять же, значится их сайт, на который, наверное, можно зайти и посмотреть продукцию. Так, и здесь, как обычно, состав указан. Если честно, я с ним не знакомилась, с этим составом, что с тем, что с этим. Вот, я просто буду сейчас говорить о своих впечатлениях, что мне понравилось больше, что мне понравилось меньше. И вообще, какие бы я покупала, если бы я дальше продолжала это делать. Ну, в принципе, у нас в основном Стас покупает что-либо, я имею в виду из продуктов. Вот, я всё как раз ему предлагаю вместе ходить по магазинам, потому что он часто вообще забывает, что мне нравится. Ну, то есть, не то, что он даже забывает, он, нет, что-то он забывает, да, конечно, а остальная часть, это то, что он как будто не знает. То есть, он мне может сказать, ты мне даже этого не говорила, я даже этого не знала. Я говорю, ну, как же я тебе не говорила, если говорила. Вот, в общем-то, вот так вот. От сырного сорта у меня осталось всего 4 штучки, представляете, всего 4. Ну, я, в принципе, знаете, я знала, что я больше дохрункую и на обзор оставлю мало. Ну, изначально, как бы, на обзор оставалось, ну, даже не половина пачки, а чуть менее. И упаковочка сметаны и зелени, точнее, сметаны и зелень здесь осталось побольше. И, вы знаете, даже по этому эпизоду, так сказать, да, чего сколько осталось, можно даже судить, мне кажется, да, что мне больше понравилось, что мне меньше понравилось. Хотя, в принципе, и та, и та упаковка мне любо-дорого, потому что я люблю такие вот, особенно из багета. Они такие классные, сухарики, мои сухарики, которые я уже не увижу. Ну, в принципе, я сама хотела от них отходить, да, от всего такого вот. Но все же, все же. Ребят, я буду немножко хрустеть, поэтому будьте готовы. То, что я показываю сейчас, это сметана и зелень. Вот так вот она выглядит. Одна штучка. Один сухарик, он, видите, такой. Ну, кажется, он где-то по длине 3 сантиметра где-то. Вот так вот, 3 на 2 сантиметра. Что я могу сказать? Посыпки, как таковой, мало. По крайней мере, меньше, чем обычно, это во-первых. А во-вторых, меньше, чем, например, в сырном ассорти. Это вот первое, что я хочу сказать. Что касаемо по вкусу, да, они нежные такие, сухарики. Но вкусы у них именно сметаны и зелени, как бы он есть, да, но он минимальный. Я тут замечаю только вкус белых сухариков и чуть-чуть чем-то приправленный. А вот так вот выглядят сырные ассорти. Тут и посыпки больше, и вкус такой более яркий. Даже не просто яркие, а прям реально яркие, наверное, раза в 3, чем у сметаны и зелени. Хотя, в принципе, сметанная зелень похожа на вкус сметаны и зелени. Поэтому этого не отнять, как так сказать, да, у тех сухариков. Поэтому, так что, если выбирать именно между двумя этими упаковками, я бы взяла еще раз сырные ассорти. Опять же, подчеркиваю, если бы я дальше продолжала брать что-то из этой категории. Потому что вкус такой приятный. Правда, как будто сырные ассорти. Вот, и посыпки достаточно вкусно. Во рту не пересыхает после, так сказать, использования. Потому что вот сметанная зелень, да, хочется чем-то ее запить. Потому что проглотить такое, ну не то чтобы сложно, но сложновато, скажем так. Вот, даже если их сравнить чисто визуально, да, мне кажется, даже один больше другого. Называется, но это не точно. Вот, в общем, слева у нас сметана и зелень, справа у нас сырные ассорти. Называется и то, и то вкусное. Но, что вам ближе? Такой не ярко выраженный вкус? Тогда выбирайте сметану и зелень. Или какой-то ярко выраженный, с большим количеством посыпки, то тогда сырные ассорти. Вот такой вот, ребята, у нас был с вами обзорчик. Я надеюсь, он вам понравился. Если это так, то, пожалуйста, дайте знать в комментариях. И, конечно же, ставьте ваш лайк. Я надеюсь на него, очень надеюсь. Ставьте ваш лайк, конечно же, поддерживайте тот контент, который вам нравится. И, конечно же, если вы не подписались, то, пожалуйста, подпишитесь. Если вам здесь интересно, уютно, познавательно, мне будет очень-очень приятно. Всем спасибо, приятного аппетита и, конечно же, самых вкусных сухариков на свете. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok